Девушки отдыхают 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 какой этот тон, значит. Вообще не понимаю я таких певиц. Неужели она не видит, что песня не очень? Вообще нужно видеть, что песня не очень. Не слышать, а видеть. Запомните раз на себя. Когда слушаете, это все бесполезно. Надо видеть, что песня не очень. Неужели за столько лет она не поняла это? За сколько лет? Вам вообще сколько лет, Алия Ас? Вы сколько лет мои песни слушаете? За столько лет она не поняла это. Да блин, посмотрите, сейчас 21 век. Посмотрите, какие песни творят зарубежные 30-55-летние певицы. То есть, если я как Мадонна сейчас напялюсь и сделаю дуэт с Алмазом Кашкембаймом в шортах, тогда, наверное, вы скажете, вот она, зарубежная эстрада, и мы будем танцевать такие танцы, типа, ну, знаете, да, какие танцы танцует Мадонна? Я думаю, сейчас изображать не стоит. 30-55-летние певицы. То есть, Алмаз Кашкембайм в принципе нам не нужно это здесь. Но неужели нельзя хоть чуть-чуть поучиться у них чему? Разврату? Столько лет прошло, и до сих пор Дина Сахмадива не нашла свой стиль. Что Луина, что она одно да потому. Классно! Связь между Луинкиными песнями и моими вообще огромная. Ну, если... Хотя, наверное, вам нравится 91, да, наверное? Ну, вы же считаете, что 91 или нет? Или вам вообще ничего не нравится, что мы делаем? Потому что если 91 вам нравится, то это касаемо возраста. Потому что я в 37 лет вот в Казахстане как-то не представляю, что... Чему можно научиться у Бейонсе или у Мадонны? Почему? У меня нет такой пятой точки, я ее так не качаю. И у меня, в принципе, и нет времени и возможности так качать ее. И так, в общем-то, отдаваться частям тела. Потому что если мы вертанем два раза... Я один раз вертанула, кстати, на одном большом концерте. Вертанула тем, что у меня есть. После чего меня назвали и прочими некрасивыми и не очень-то словами. И я считаю, что они, в общем-то, где-то правы, потому что в 37 лет это, по-моему, делать не стоит. А, точка, алёк, нижний слэш, 2704. Вот вроде красивый мужчина, но прическа прям бесит. Вы знаете, я каждое утро встаю и перед зеркалом говорю то же самое. Я говорю, ну, вроде нормально же можно жить. Ну, что за... Ну, что за прическа у тебя? Ну, иди. Ну, и иду, в общем. И наш любимый Елик Баев пишет дальше. Под... Он пишет почему-то подсригись. Чё, как мамбич? Ну, подсригись? Это очень интимно, я бы сказал. Чё, как мамбич? Ну, это понятно, ладно. Это я часто слышу. А вот подсригись... Ну, это всё равно, что... Я позавтра какал. Я утром позавтра какал и подсригся. Вот так. Ну, на этом, мне кажется, и я закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...